Здравствуйте, дорогие друзья! Я представлюсь. Я председатель Санкт-Петербургского регионального отделения движения против рака Румянцева Марина Борисовна. Наше движение против рака совместно с ней и онкологией Петрова организует и проводит для вас школа пациентов. И мы всегда рады видеть вас на школах. Сегодня, конечно, у нас небольшое количество пациентов, но всегда у нас полные залы. Это мы так будем думать, что Новый год уже на носу. Как всегда, на школах у нас выступают врачи-онкологи, юристы и психологи. Они читают для вас лекции, и по окончании лекции пациенты и родственники могут задать вопросы и получить компетентные ответы. До вас мы хотим донести информацию о возможностях современного лечения, юридическую информацию. И, конечно же, важным блоком нашей школы является участие онкопсихолога. Мы очень хотим вселить в вас веру в победу над болезнью, и что есть люди, которые хотят вам помочь и помогают. Сейчас с приветственным словом выступит Семиглазова Татьяна Юрьевна, доктор медицинских наук, заведующая научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации. Спасибо большое, Марина Борисовна. Дорогие друзья, в преддверии Нового года хотелось бы, прежде всего, пожелать нам всем здоровья, сил. И ведь Бог дает человеку ровно столько, сколько он может вынести. И сегодняшняя школа, она необычная, она уникальна. Это уникально, поскольку мы, работая и проводя лечение, сталкиваемся с такими проблемами, достаточно серьезными проблемами, связанными с кожной токсичностью. Кожная токсичность может возникать на фоне проведения химиотерапии. Те пациенты, которые получают капицитабин, часто сталкиваются с так называемым ладонно-подошвенным синдромом. Еще совершенно другая токсичность, это токсичность, которая возникает на фоне таргетной терапии. Очень часто пациенты, получающие ИДЖИФАР-ингибиторы, это таргетная терапия для лечения проблем, связанной с злокачественной опухолью легких, то тут уже совершенно своя токсичность. Еще новый вариант токсичности, не все пациенты сталкиваются с ней, это токсичность, которая возникает на фоне иммунотерапии. Но сегодня еще в преддверии Нового года хотелось бы поговорить, что несмотря на то, что мы многие сидящие в этом зале, а мы как врачи всегда с вами по одну сторону баррикады, мы женщины, мы хотим быть красивыми. И вот сегодня мы пригласили уникального специалиста, и хотелось бы сказать, что я познакомилась с Аравийской Еленой Александровной, доктором медицинских наук, профессором кафедры дерматовенерологии с клиникой 1-го Санкт-Петербургского государства Медицинского университета имени академика Павлова на совершенно интересной конференции, где выступали в одной связке дерматологи, химиотерапевты, хирурги. И мы все хотели понять, как можно с большей эффективностью использовать методы лекарственной терапии, те методы, которыми уникально владеют наши дерматологи, с помощью косметологических средств, как мы можем улучшить качество жизни, как можно стать красивыми, несмотря на болезни. Мы сегодня поставили очень сложную задачу для Елены Александровны, и очень благодарны ей, несмотря на ее занятость, она очень востребованная. Когда не позвонишь то за рубежом, то на конференциях, то вы консультируете, лечите пациентов. Поэтому огромное вам спасибо, что вы нашли возможность приехать и рассказать нам. У нас ведется онлайн-трансляция. Те, кто не смог посмотреть сейчас данную школу, и всю информацию, которая будет изложена, смогут посмотреть на канале НИИ «Онкология». Сейчас перед вами выступает Аравийская Елена Александровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии из клиники 1-го Санкт-Петербургского государственного Медицинского университета имени Академики Павлогова. Расскажет она вам о современных возможностях ухода за кожей у больных с злокачественными опухолями на фоне лечения и реабилитации. Потом вопросы свои зададите. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогая Татьяна Юрьевна. Марина Борисовна. Марина Борисовна. Я очень признательна вам, что вы пригласили, потому что мне давно хотелось пообщаться с пациентами. У меня задача и легкая, и сложная одновременно. Легкая, наверное, потому что я буду рассказывать о том, что знаю, люблю и чем много занимаюсь. А тяжелая, потому что я должна говорить о сложных научных достижениях доступным понятным языком. И тяжелая, наверное, еще и потому, что, безусловно, у пациента, который получает лечение у онколога, гораздо больше проблем, чем кожа и красота. Но, тем не менее, состояние нашей кожи очень влияет на качество жизни. Поэтому я осмелилась поговорить именно на эту проблему. Итак, противоопухолевое лечение и уход за кожей – так я назвала свою коротенькую лекцию. И о чем бы мне хотелось поговорить. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что кожа – это не просто покровная ткань, которая отображает определенным образом наш внешний облик. Это еще и большой орган с многими функциями. Существуют определенные сейчас учения, которые показывают, как правильно с научной точки зрения за кожей ухаживать. Ну, и то, что мы знаем, и то, с чем сталкиваемся мы, врачи-дерматологи, современные препараты вызывают определенные побочные реакции на кожу. И вот как с ними бороться. И, возможно, как предотвратить их, или же как предотвратить их тяжесть. Мой сегодняшний такой вот маленький предновогодний разговор. Ну, начнем коротко о коже. Вообще, это абсолютно удивительный орган, потому что это самый большой орган человеческого тела. Вот у взрослого площадь кожи достигает примерно 1,7-1,8 квадратных метров. И кожу, как только и не называли. Называли и органом покровным, и органом иммунным, и органом психосоматическим. Такой даже есть термин. То есть все психологическое отражается. Но совершенно четко, мне кажется, самое красивое и самое определение дал Буткин. Кожа – это зеркало организма. И наша задача – не разучиться это зеркало правильно читать, потому что очень многие кожные болезни, кожные изменения могут судить о том, что происходит внутри организма человека. Ведь стоит только сказать, что даже начало онкологического процесса внутри дерматолог, врач, может первое увидеть по очень специфичным изменениям на коже. Ну и, конечно же, у кожи огромное количество функций. Это и защита, это и выведение через железы разных продуктов обмена, это и восприятие на коже очень много нервных рецепторов, это и связь с внешней средой, и задержка воды, и терморегуляция. В общем, функций очень много. Я думаю, что сегодня нам надо поговорить прежде всего о барьерах кожи. Давайте очень коротко, из чего состоит кожа. Ну, грубо говоря, три основные части. Сначала сверху лежит эпидермис, ниже располагается соединительная ткань. Рассоединительная, значит, она что-то соединяет. И дальше находится подкожная жировая клетчатка, размер и объем которой зависят от пола и от диеты. У каждого, в общем, есть свои особенности. Вот, если говорить о самом поверхностном слое кожи, то в нем клетки располагаются одна над другой, одна над другой, одна над другой. Самый многослойный, пожалуй, слой среди всех покровных тканей. Вот, сначала лежат базальные клетки, которые делятся постоянно. Причем показано было, что в зависимости от времени года, от возраста, они делятся по-разному. А дальше клетка делится и перескакивает выше лежащие слои. Они так получили название, потому что каждая из них имеет свой внешний вид клеточки. Видите, одни более такие вот прямоугольные, а следующие плоские. Но вот уникальность кожи состоит в том, что клетка ороговевает. То есть она из живой превращается в мертвую. И современные представления о том, что же происходит в коже, вот сейчас перед вами на экране. Итак, клетки самого нижнего, он называется базальный слой, вот они, ну, считай, это как камбиодерево. То есть они все время дают какой-то определенный росток. Вот они делятся. И как только клетка разделилась, она переходит в выше лежащие слои. Ее подталкивают другие разделяющиеся клетки. И она потихонечку выходит к поверхности. Причем, смотрите, чем ближе она к поверхности, тем более плоской она становится. И рано или поздно в ней погибают все, фактически, составные части, такие органы, клетки. И она становится чешуйкой и отшелушивается от поверхности кожи. Вот это гениальное свойство кожи, потому что вместе с ней уходит грязь, пыль, микроорганизмы, абсолютно все. То есть здоровая кожа, она как бы обновляет сама себя. И вот мы с том, что мы сейчас увидели с вами, это называется обновление пласта кожи. Это происходит раз в 28 дней. Я специально на этот срок обращаю особое внимание, потому что вот эти 28 дней – это огромный срок. А за них всего один раз кожа обновилась. Поэтому, когда наши пациенты, неважно с каким заболеванием, ждут быстрого эффекта, мы всегда говорим, что у кожи определенная физиология. Она не может быстрее восстановиться в силу своей определенной природы. Ну и мы говорить сегодня будем, естественно, о барьерах кожи. Потому что, прежде всего, противоопухолевая химиотерапия разная-разная. Она действует на эту функцию. Функцию – поддержание равновесия внутренней среды, фактически. И за это отвечают две структуры. Мы все покрыты водно-липидной мантией. Это своеобразный крем природный. И еще есть особые свойства вот этого рогового слоя, который раньше рассматривали совершенно так незначительно. Ну, вроде как какой-то слой мертвых клеток. Так вот, посмотрите. В коже есть потовые железы, выделяющие пот для терморегуляции. А пот – это в основном вода. И есть сальные железы, которые смягчают кожу. Это в основном жиры. Вот если смешать жиры и воду, то что получается? Классическое, совершенно справедливо. Вот каждый из нас покрыт этой эмульсией. Она состоит фактически из пота и кожного сала. Она дает определенную кислотность. Помните рекламу? Много лет была. PH 5,5. Это правильно. Ну, в общем-то, где-то 4,8-5,2 примерно PH кожи. Вот именно в этом диапазоне кислотности кожа хорошо обновляется. Кожа нормально выглядит. И кожа нормально защищается, самое главное, от большинства микроорганизмов. Считается, что здоровая кожа может защитить себя от большинства вирусов, грибов и бактерий. Ну, и, естественно, она препятствует пересушиванию кожи. Вот эта странная картинка – это не что иное, как схематическое строение рогового слоя, второго компонента барьеров. Оказывается, вот все мертвые клетки, они укладываются в виде вот такой вот структуры многоугольной, которую нередко сравнивали с кирпичной стеной. Действительно, это так. Это еще в 80-е годы прошлого столетия было показано, что есть такие постклеточные структуры, а между ними есть цемент. Вот это вот очень важное учение. И говоря очень просто, можно сказать, что вот этот цемент, который соединяет омертвевшие клетки, это очень важные липиды, то есть жиры. И, посмотрите, холестерол известен вам, я думаю, что да, керамиды или церамиды, очень часто вы слышали о них в рекламе, жирные кислоты, фосфолипиды. Вот они как раз составляют вот этот барьер. Что это дает? Кожа удерживает воду. Кожа не впускает в себя лишнего, в том числе вредных, аллергенных, токсических веществ и так далее. Вот это то, что происходит в норме. Если коротко говорить о соединительной ткани, это не совсем разговор сегодняшнего дня, но, тем не менее, давайте вспомним, что в соединительной ткани есть много сосудов. И почему кожа зеркала? Потому что кровеносные сосуды с кровью приносят огромное количество факторов всего того, что делается в организме. Есть поверхностные, есть более глубокие. И, естественно, если присутствует воспаление, это воспаление и доктор, и пациент видит, кожа становится красной. То есть в любом случае, когда красная, это какая-то воспалительная реакция. Ну, естественно, в соединительной ткани есть клетки. И огромное количество, посмотрите, клеток, я даже вам нашла картинки, это клетки, которые выполняют разные защитные функции. Защита от грибов, вирусов, внешних негативных воздействий и многого другого. Но есть еще клетки сами, соединительной ткани, которые синтезируют волокна. Вот дерма, чем интересно? В ней есть волокна эластические, дающие коже растяжение. Вот кожа может растянуться и вернуться, как резиночка, в обратную сторону. А есть волокна коллагеновые, которые располагаются, ну, как колонны, поддерживая каркас. И что происходит, когда человек стареет? А вот эти вот волокна, они разрушаются, и появляются морщинки, более глубокие, более поверхностные. Ну, это тема возрастных изменений кожи, это особый разговор. Про подкожную жировую клетчатку я сказала. Это, в общем-то, и амортизатор, и терморегулятор, и регулятор гормональной деятельности. Ну, теперь давайте, вот это как раз все, что обеспечивает данные факты и строения, что все, что обеспечивает такое многообразие функций кожи. А вот теперь поговорим по поводу очень важного вопроса – это уход за кожей. Ну, вроде как, ну, а что может быть проще? На самом деле, изучение барьерных свойств кожи, и то, что я вам показала буквально так в нескольких слайдах, это огромная наука, причем такая сложная наука, которой занимаются очень многие дерматологические школы. И, оказывается, если за кожей ухаживать правильно, я сразу поставлю знак равенства «бережно», то и она себя будет вести так, как должна вести нормальная кожа. То есть защищаться, нормально выглядеть, нормально менять пласт раз в 28 дней и так далее. Вот понятие ухода за кожей включает две основные позиции. Любую кожу надо очистить, любую, будь то младенец, ребенок, подросток, молодой, зрелый, пожилой – это неважно. Любая кожа должна очищаться, особенно в условиях вот мегаполиса, в котором мы живем, иначе просто нереально. И удивительно, но любая кожа должна увлажняться. Да, наши бабушки могли сказать, что они начинали увлажнение кожи, ну, где-нибудь лет эдак с 60 и старше. Но давайте вспомним, что они жили абсолютно в других экологических условиях. Вот сейчас такой роскоши мы, к сожалению, не можем себе позволить. Итак, мы очищаем кожу. Опять же, что все очень просто. Мы должны убрать поверхности загрязнения, лишние чешуйки, кстати говоря, избыток кожного сала, особенно это актуально для того, у кого жирная кожа, макияж, если это кожа лица. Но и это все обеспечивается детергентами. Вот классический детергент – это мыло. Форма, которая существует, ну, пожалуй, около нескольких тысяч лет. И мы всегда, в общем, человечество всегда ею пользовалось. Это натриевые, калиевые соли жирных кислот. Но вот когда появилось учение о барьерах кожи, к мылу в дерматологии стали относиться настороженно. В чем же дело? А вот когда мы мылим поверхность кожи, оказывается, мы создаем на поверхности кожи отрицательный заряд. И что это дает? А дает это следующее. PH, смотрите, сдвигается 8-12. Щелочная среда. И когда проанализировали, вот было такое исследование очень серьезное в мире, когда мыли руки и через час замеряли PH 8-12, через еще час замеряли PH опять 8-12. И возвращался он к норме где-то через 6 часов, когда, по идее, уже следует второй раз мыть руки. Представляете? И вот сразу какая-то настороженность появилась к этой форме. Особенно, когда мы говорим о чувствительной коже, особенно, когда мы говорим о коже дерматологического пациента, у которого она, ну, явно нарушена. Вот мы имеем дело, я вам открою секрет, с двумя тысячами болезней кожи. Представляете? Вот таким многим количеством болезней болеет человек. Ну, естественно, раз это щелочная среда, значит, раздражающее действие. А самое главное, вот эта среда усиливает проницаемость кожи. Кожа начинает отдавать, с одной стороны, воду, а с другой стороны, впускать в себя то, что не нужно. Вот это удивительно. Сразу ученые стали думать, а как же облагородить мыло? Ну, и появилось несколько путей решения проблемы. Тоник, слышали про такое? Вот когда я впервые читала какие-то научные вещи, ну, думаю, ну, какая-то совершенно одиозная форма. А тоник-то придумали для чего? Можете, для себя, для запоминания. Вот мы всегда учащимся говорим, это PH-баланс. То есть он балансирует PH в нужную сторону. Это, как правило, раствор, который несколько подкислен. И его используют вот в многоступенчатой уходе за кожей, тогда, когда есть мыло, и тогда, когда надо вернуть к PH 5,2-5,5 хотя бы, для того, чтобы кожа уже вела себя, ну, прилично, скажем так. Это один путь. Затем добавление увлажняющего крема. Вы видите это в рекламе, и это абсолютно правильно. И множество компаний как раз включает увлажняющие продукты в средства для мытья. Ну, и, наконец, это синтетический детергент. То есть попробовать заменить мыло на что-то другое, что точно так же пенится, мылится, пахнет приятно, очищает, но при этом не меняет заряда. Но прежде чем появился так называемый синтетический детергент, прошло много времени. За это время появились еще катионные детергенты. Оказалось, что они хороши в шампунях. Вот когда надо, чтобы волосы были ровненькие, блестящие, да еще и не электризовались, вот туда добавляют катионные детергенты. А вот так одномоментно использовать их мало используют. И вот потом появился синтет. Это было уже, ну, не сразу. Он, оказывается, не создает заряда в растворе воды. Но при этом очень хорошо работает на очищение кожи. Для того, чтобы очищать кожу с помощью синдета, использовались разные средства, ну, например, там, мицеллы, жирных кислот и различные какие-то маленькие частицы. Причем вот потребитель, который получает это, он получает обычное мыло. Ну, оно, может быть, чуть-чуть меньше пенится, но к этому вполне возможно привыкнуть. Вот это по поводу очищения. По поводу увлажнения. Действительно, цель увлажнения – удержать воду в роговом слое и восстановить барьеры кожи. Вот это вот очень важный момент. Обеспечивается кремом. Вообще, по сути своей, эмульсия и крем – это одно и то же. То есть вот мы покрыты водно-липидной мантией. Это смесь, грубо говоря, жиров и воды. И любой крем, который мы покупаем в аптеке, в магазине, где угодно, это будет тоже эмульсия, то есть смесь жиров и воды. Как можно достичь увлажнения? Вот это огромная целая наука, огромная индустрия на это работает. Но есть принципиально три основные группы веществ. С одной стороны, можно ввести такие вещества, которые будут на себе фиксировать молекулы воды в поверхностном слое и в роговом слое кожи. Это один путь. Второй путь – это создать пленку на поверхности кожи, чтобы эта вода не терялась, то есть как бы помочь барьерам. Ну и третий путь – он меньше используется у больной кожи. Это отшелушить старую кожу, чтобы новая уже подрастала нормальная. Это обычно все-таки характерно для пилинговых технологий, может раздражающим действием обладать. То есть у нас с вами два пути. Причем сразу могу сказать, вот прямое увлажнение хорошо больше для нормальной, для жирной кожи. А вот если склонность есть к сухости, к чувствительности, то лучше создать эту пленочку такую защитную, обволакивающую на поверхности кожи. Есть очень много разных веществ. Я вам перечислила на этом слайде далеко не все, которые обладают этим действием. И когда вы получаете тот или иной крем, вы видите огромный, сложно читаемый состав. Уверяю вас, даже не каждый доктор-драматолог разбирается в этом составе. Но так или иначе, для прямого увлажнения существуют очень многие вещи. В том числе, смотрите, можно взять и ввести прекерамиды или керамиды. То есть помочь коже, у которой это отсутствует. Вот те самые высокоспециализированные липиды. А вот такую пленочку можно тоже создать. Благодаря многим компонентам, силиконы, ничего плохого, если они входят в крем, например, диметикон, сульфодиметикон, воски различные, ланолин, вазелин, многоатомные спирты. Это абсолютно безопасные добавки. Ну и отшелушивые, еще раз повторяю, они встречаются редко. Вот, чтобы вам показать, насколько значимо кожу увлажнять, я вам покажу серию экспериментов. Вот эта кожа, хорошо увлажненная, достаточно зрелые женщины. Она решила, решилась пойти на такой эксперимент. Вот она недельку не увлажняла. Смотрите, появилось тот же самый участок. Покраснение, какое-то наслоение чешуек. Видно? А вот она две недели не увлажняла. А вот три. Вот вам, пожалуйста. То есть вот у нее по каким-то причинам кожа не справилась. Она сама себя не увлажнила. И мы получили, в общем-то, на самом деле патологическое состояние. А это я говорю об абсолютно нормальном здоровом человеке. А что бывает, если кожа болеет? Ну и еще один пример. Посмотрите. Вот эта дама, она, естественно, гордо говорит, я дожила до 60 лет и ничем, кроме подсолнечного масла, не пользовалась на кожу лица. Очень часто говорят, или там оливкового. Мы ее уговорили использовать. Самый простой увлажняющий продукт. Смотрите, что случилось вот с этими морщинками через недельку. Видите разницу? Всего-навсего мы немножечко увлажнили кожу. Но иногда пациенты говорят, ну что же, вот моя кожа возьмет и привыкнет, и перестанет сама работать. Вот в этом отношении я абсолютно не соглашусь с теми, кто так говорит. И для того, чтобы это показать, я покажу схематически одно сложное исследование. Вот оказалось, если на кожу в крем вводят разные липиды, а вы сейчас видели их огромное множество, это запускает функцию собственных клеток. То есть не прекращает ее, а наоборот помогает. Понимаете? Это вот определенное такое подстегивание в очень правильном смысле функции кожи. Поэтому такая функция, она нужна, и такие средства они нужны. Но вообще любой косметический продукт, когда он перед вами, вы должны понимать, что у него есть основа. Например, чуть жирный крем, чуть более легкий крем, или даже это может быть гель, а может быть очень жирная форма, например, мазь. И, естественно, в нее включают какие-то активные ингредиенты, например, противовоспалительные, или то, что улучшает регенерацию, ну и так далее. То есть очень много может быть разных составных частей. И давайте с вами, очень важно, чтобы был такой правильный и доказанный, объясненный механизм действия. Вот давайте с вами попробуем готовить. Раньше же, пока не было хороших высокотехнологичных производств, мы очень часто смешивали кремы дома. Сейчас мы этого не делаем, потому что в условиях производства создаются средства, которые невозможно сделать в домашних условиях. Но, тем не менее, вот мои старые учителя, я очень люблю и свою специальность, и своих учителей. Они говорили, хороший дерматолог – это хороший кулинар. Вот давайте с вами попробуем покулинарить. Итак, есть крем, есть мазь. Я очень часто слышу в аптеке, дайте мне такое-то средство, а провизор спрашивает, а вам крем или мазь? А пациент говорит, а я не знаю. Вот в чем разница? Мазь – это только жиры. То есть только жиры, больше ничего туда не добавляется. Классический мазь, например, вазелин – вот это мазь. А крем, ну вот представьте себе, крем – это же сливки. Это всегда примесь воды. То есть для того, чтобы сделать крем, на специальном заводе должны добавить воду. А раз мы добавили воду, существует уже, появляется сразу масса проблем. Раз добавили воду, вода и жиры – это эмульсия. Но эмульсия нестабильная, и надо добавить эмульгатор. И задача хорошей марки – добавить такой эмульгатор, который будет не вреден для кожи. А без этого крем не существует. А дальше? Раз мы добавили воду, это же среда для обитания бактерий, надо добавить консервант. И консервант опять должен быть такой, который помогает коже. Какая косметика может быть без консерванта? А если у нее специальная упаковка, герметичная? Вот тогда можно. То есть нет доступа воздуха. Дальше, а надо еще добавить различные буферные системы для того, чтобы стабилизировать раствор. То есть получается крем, он действительно очень многокомпонентный. Это опять же целая большая наука. Но и есть такое правило. Вот если кожа жирная, то надо назначать самое легкое средство. И оно легко переносится, приятное. Это может быть и раствор, а может быть такой водный гель, это особое такое содержание. А может быть эмульсия, то есть крем. Но масла мало, а воды много. То есть водная фаза большая. А вот если кожа сухая, наоборот, это может быть гель на основе уже масла. Это может быть настолько жирная форма, что она даже без воды. Ну а чаще всего бывает эмульсия. Либо масло в воде, либо вода в масле. То есть воды мало, масла много. Вот, собственно говоря, жирная, сухая. Вот такой простой алгоритм. И когда вы пробуете тот или иной продукт, вы уже поймете, насколько он жирный, насколько он впитывается или насколько он дает легкую текстуру для того, чтобы справиться с той или иной проблемой. Очень многое, кстати говоря, основано на восприятии, на ощущении. Даже есть целая наука, как правильно сенсорные ощущения того или иного крема воспринимать. Ну вот мы с вами внедряемся в мир косметики. И нам предлагают очень много. Действительно, современную косметику делят на три основные группы. Одна группа – это так называемый масс-маркет. То есть мы можем прийти в универсал и купить такую косметику. Хорошая она – да. Безопасная она – стопроцентно. Если она попала в торговую сеть, в нее входят компоненты, которые регламентированы европейским сообществом, и она безопасна. Но сказать, что она будет вот так прям идеально работать – сложно. Есть косметики марки «Люкс». Ну, наверное, знаете, там «Шанель», «Диор» – очень дорогие. Да, действительно, там натуральные компоненты. Но мы нередко платим за бренд. Вот за то, что сделана красивая баночка, за то, что это продается в специальном торговом доме. Опять же, мой глубокий реверанс этим марком. Но, тем не менее, это, в общем, ну, знаете, такая, ну, где-то роскошь, если хотите. Ну, а где-то с 80-х, нет, где-то даже с 50-х годов, но потом уже учение развернулось, появилась так называемая косметевтика. То есть косметика плюс фармацевтика. Косметика, которая передается в аптеке. Вот, вы знаете, как специалист-драматолог, я огромный поклонник этой косметики. Забегая вперед, могу сказать так. Если кожа здоровая, ну, можно выбирать между масс-маркетом, маркой «Люкс» или косметевтикой. Но если есть хотя бы минимальная проблема с кожей, то лучше, конечно, выбирать марки, которые предлагает аптека. Их очень много. Они есть и для просто эстетики, и есть профессиональные. А вот есть специальные лечебные, которые предназначены для ухода за кожей дерматологического пациента. Вот это целая особая наука. Я ее очень уважаю, очень рада, что я в нее вовлечена. Вот что отличает то, что мы делали раньше на кухне, от того, что мы делаем сейчас. Вот в условиях вот такого вот стандартизированного производства. Любое производство, смотрите, все герметично, все закрыто, все абсолютно стандарта. И очень важно, чтобы косметика, она подчинялась определенным правилам. И тут мы с вами внедряемся не просто в область дерматологии, то есть науки о коже, а мы с вами внедряемся даже в особую область дерматологии, которая называется дермокосметика или дермокосметология. Вот есть определенные требования, я уже про них сказала. И, пожалуй, лучше всего и больше всего эти требования как раз выполняют аптечные марки. И должен быть и комфорт в нанесении, и, естественно, не должно быть бактерий в составе, и безопасность, и различные стандарты, которые существуют не во всем мире, но в Европе точно. Вот в Америке там свои, но очень похожие, кстати говоря. И комфорт для потребителя. Ну, а косметика, которую предлагает аптеки, это прежде всего интеллект. То есть работают люди очень умные, работают огромные команды, которые придумывают молекулы, например, для того, чтобы снять воспаление, или для того, чтобы бороться с бактериями, но при этом не использовать антибиотика. Естественно, такие продукты их контролируют так же, как лекарства. То есть есть клинические испытания. Это тоже важно. Ну, и в ходе этих клинических испытаний доказывается не просто, что продукт работает, а еще и очень важно это показать, что продукт безопасен. Особенно это важно для детей, для беременных. Но в том числе, мне кажется, это очень важно для пациентов, которые лечатся у онкологов. Лишние токсические воздействия, они абсолютно не нужны. Ну, и про упаковку я сказала. Можно сделать такую упаковку, чтобы избежать лишних консервантов. Современные противоопухолевые препараты и кожа. Я не буду, я решила не показывать никаких ужасающих, страшных картин. Я лишь, наверное, скажу, ну, потому что это конкретные пациенты, у каждого реакция может быть своя, она может быть вообще очень незначительной. Я скажу так, я постаралась разделить все возможные кожные токсичности на несколько групп. Смотрите, первая может быть группа – сухость, чувствительность, повреждаемость кожи. Вторая группа – повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам. И отсюда риск появления новых родинок, риск появления новообразований. То есть кожа не защищается от ультрафиолета. Ну и третья группа – это различные воспаления, раздражения, гнойничковые заболевания и так далее. Общий механизм какой? А смотрите, препарат может действовать. Помните, я показывала базальный кератиноцит? Вот тот, который делится, тот, который дает фактически массу всей толщи кожи. Вот если на него случилось такое вот воздействие одновременно с воздействием на опухолевые клетки, то, как следствие, будет как раз нарушение работы базального кератиноцита. А он-то должен перейти наверх, ороговеть правильно, правильно отшелушиться и так далее. Может быть воздействие на защитные клетки кожи. Ну, отсюда активизация инфекции. И действительно, общие симптомы – зуд, покраснение, сухость и гнойничковые заболевания. Вот это тот минимум, который может случиться. И, собственно говоря, как дерматолог я могу сказать, что очень многие реакции можно уменьшить, а может быть даже и предотвратить, используя правильно, всего-навсего, такую вроде банальную вещь, как уход за кожей. Вот спектр очень большой, могут быть очень разные. Наиболее частым явлением является сухость кожи. Смотрите, как только сухая кожа, она теряет воду с одной стороны, а с другой стороны легко проникают аллергены и микроорганизмы. И степень-то сухости может быть разная. Смотрите, вот специальным аппаратом снято. Вот это уже сухая кожа, но это первая степень. А вот это вот очень сухая кожа, но она уже настолько резко пересушена, что здесь могут быть даже такие микротрещины. Ну, вот мы говорим о серьезных вещах. А в чем же место, где же место косметики? А косметика как раз – это часть лечения побочных эффектов. У нас сейчас есть вооружение прекрасные препараты, антибиотики, гормоны наружные, внутренние. Но вот что может быть проще – создать вот этот определенный базис. Помните, мы когда в школе учились, нам говорили, есть базис, есть надстройка. Так вот как раз косметика – это определенный базис. Вот посмотрите, мыли руки, либо просто вода и обычное мыло, либо детергент, который предлагает аптека, то есть Синдет. И оказалось, что та группа пациентов, которая использовала продукт, направленный на безопасный уход за кожей, у них меньше потери воды. Сто процентно доказано. И липидов кожи стало больше. То есть явно совершенно вот такой уход помогает коже защищаться. Но действительно увлажняющие и заживляющие средства на фоне терапии, даже до того момента, как появились побочные эффекты, это важно, потому что это защищает барьеры, удерживает воду, улучшает внешний вид кожи. Это и текстура, и покраснение, и шелушение, которое пропадает. А самое главное – профилактика инфекций. Ну вот здесь вот давали увлажняющее средство с таким веществом, которое называется ниоцинамид. Причем шесть недели давали это средство, а потом переходили на обычные магазинные. И оказалось, что пока пациенты получают те средства, которые предлагает аптека, то есть безопасные и продуманные, у них сразу качество жизни лучше, сухость меньше, зуд раздражающие действия меньше. Вот это та маленькая наука, которую сейчас пытаются творить для того, чтобы как-то помогать таким пациентам в дальнейшем. А я вам представляю продукт. В общем, моя цель не является, я могу рассказать об очень большом количестве продуктов. Это прямо у нас сейчас, знаете, косметический рай в аптеках присутствует. Это правда. Но вот раз работа была посвящена средству, содержащему ниоцинамид, смотрите, это активный ингредиент. То есть он делает какую-то дополнительную роль, играет функцию. Смотрите, у него действия и противовоспалительные, и дезинфицирующие, и восстановление барьерных свойств кожи. Очень многие косметические марки включают термальные воды, то есть это термальные источники. Мне очень хочется, чтобы, наконец, идеи термализма возродились в России. Они существовали, и мне кажется, это будет очень интересным направлением и у нас. Но вот добавляют определенные компоненты термальной воды. Глицерин – прекрасный увлажнитель. Вот если кто-то вам его будет ругать, не верьте, потому что даже людям-аллергикам разрешены кремы, содержащие глицерин. Вот вроде такой простой совершенно продукт. Ну вот и то средство, состав которого я перечислила, оно называется Липикар бальзам АП+. Вот действительно это прекрасное восстановление кожи, причем можно использовать даже на кожу лица и на кожу туловища. И я вас уверяю, расход очень маленький. Тем более, смотрите, здесь может быть упаковочка с помпочкой. То есть действительно, в общем, абсолютно не надо, чтобы косметика лежала вот таким каким-то толстым, ненужным слоем. Это не нужно. Это должна быть достаточно легкая такая, у нас часто говорят, дышащая текстура. Так, дальше. А вот в плане ухода, посмотрите, вы уже теперь все знаете слово синдет. Вот существует, это как жидкое мыло, как душ-гель, но он не включает классического мыла, то есть не включает анионного детергента. Называется точно так же Липикар синдет АП+. А еще, вот если кожа очень повреждена, но ее очищать надо, вот стараться надо такую кожу пореже очищать. Не обязательно два раза в день, может быть, даже и через день, и через два дня. Но можно очищать с помощью специального масла. Вот такое масло специально сделали для детей, больных нейродермитом, атопическим дерматитом. Слышали про такую болезнь? Вот у некоторых бывает же очень тяжелое течение. Вот для них это предназначено. Ну, последние где-то две минуты приема душа можно использовать это масло, а можно просто мыть руки. Так что, пожалуйста, вот эти правила мы можем абсолютно спокойно перенести на людей, которые имеют побочные эффекты противоопухолевых препаратов. Ну, а затем могут быть нарушения целостности кожи в виде трещин, воспалительные реакции. Вот ладонно-подошвенный синдром. То есть тогда, когда надо еще ускорить восстановление кожи. Вот такую вот своеобразную регенерацию. И для этого существует очень хороший продукт. Я его давно знаю, потому что я работаю не только в дерматологии, а еще и в косметологии. Вот после всяких там процедур, пилингов мы очень много лет уже это средство назначаем. Называется Сикопласт Бальзам Б5. То есть там компоненты, которые ускоряют заживление кожи. И действительно, в общем, опять же, понимаете, мы начинали все это с детской практики. И мы знаем, что это безопасно. И действительно, у ребеночка без каких-то серьезных, сильных фармакологических препаратов можно добиться хорошего успеха. Почему? А потому что, смотрите, медцинк марганец – это прекрасное действие на бактерии. Вот пантенол. Помните, против ожогов есть средство, которое содержит пантенол. Это как раз то, что восстанавливает кожу. Это универсальный восстановитель. И такое противовоспалительное действие. Масло коррите очень часто включают в косметику. Но оно такое смягчающее, очень приятно на коже. Поэтому вот как такой компонент, знаете, качество жизни его очень любят. Но оно и защищает. Вот что касается защиты от ультрафиолета. Ну, это не скоро, но тем не менее, вспомните мои слова. Действительно, вот такая кожа с нарушенными барьерными свойствами, барьеры нарушаются ко всему, в том числе барьеры нарушаются к ультрафиолетовому воздействию. И на фоне противоопухолевой терапии нельзя загорать. И у меня иногда пациенты говорят, ну, я же не загорал, я же ходил по солнцу. Вы понимаете, а солнцу абсолютно все равно. Лежите вы на лежанке или вы прошлись по очень солнечной улице. Или прошлись по улочке в каком-то курортном солнечном городке. Поэтому вот защита должна быть большая. Я предлагаю выбирать фактор все-таки 50+. Вот по международным рекомендациям 30-очку говорят. Мне кажется, лучше 50+. И вот марка La Roche-Posay, это аптечная марка, она как раз предлагает гамму, называется Ангелиус. Прекрасно ложится. Могу сказать, нет вот этого вот белого цвета, который такой нежелательный против посленанесения солнцезащитных продуктов. То есть это мы просто можем использовать или на лицо, на тело, на зону декольте, то есть на открытые участки. И женщины могут использовать просто как под косметику, как увлажняющий продукт. Ну, вообще, что делает плохого солнышка? Ну, во-первых, действительно на фоне лечения истончается роговой слой. Значит, склонность есть и к ожогам, и к токсическим реакциям. И склонность к новообразованиям. Вот это два таких основных группы, почему группы болезней, почему мы все-таки должны защищаться от солнца. Ну, в настоящее время еще, дорогие друзья, на мой взгляд, очень правильно пересмотрели концепцию того, что если что-то появляется на лице, это можно и нужно маскировать. Вы знаете, концепция, я даже вспоминаю, опять же, старых профессоров своих учителей. Они говорили, вот девушка пришла там с красным лицом или с угревой сыпью. Только никаких тональников. Коллеги, но раньше это были совершенно другие средства, которые закупоривали поры, которые могли вызвать инфицирование, которые по составу могли раздражать. Вот сейчас очень многие аптечные марки, ну, в том числе, кстати говоря, и марки обычные косметические, предлагают продукты, которые не закупоривают поры. Поэтому это миф, что нельзя пользоваться маскировочной косметикой. Вспомните, цикл обновления пласта кожи 28 дней. Вот вы начинаете, и эффект-то вы увидите не завтра, а хочется выглядеть хорошо завтра. Поэтому я за двумя руками хорошей маскировочной косметикой. И я вам показываю вот эту женщину, которая получала лечение по поводу рака молочной железы. У нее возникла такая достаточно типичная кожная токсичность в виде, видите, покраснения и мелких таких прыщиков. И посмотрите, как красиво, очень быстренько можно сделать вот такой короткий макияж. И она, в общем, она себя чувствует очень хорошо в обществе. Это важно. Ну, а еще у нас очень развита сеть косметических клиник, салонов. И, может быть, кто-то для себя захочет сделать приятное. Ну, вот в этом отношении я попробовала составить такой светофор, что точно нельзя. Нельзя. Что, возможно, можно. Что можно? Вот это точно можно, стопроцентно. Различные масочки. Кстати говоря, очень многие аптечные марки и предлагают маски. Можно это сделать в домашних условиях. Очень легко наносятся, снимаются. То есть это дополнительная помощь коже. Ну, по законам, если мы должны каждый день кожу увлажнять и очищать дважды в день, то маску можно наносить примерно один раз в 5-7 дней. Это считается правильно для кожи, потому что она, ну, такое более мощное воздействие. Вот посмотрите, я специально написала, только после консультации лечащего врача. В любом случае, мы очень следим за тем, что не дерматолог, не косметолог решает, какие процедуры можно, а решает, безусловно, ваш лечащий доктор. В ряде ситуаций, и это спасает очень здорово, микротоковая терапия. Вот когда не запрещен лимфодренаж по онкологическим показаниям, она действительно убирает отек, покраснение. И у нас есть несколько кандидатских диссертаций на кафедре, которые были защищены и показали, что это хорошо работает и безопасно. Кстати говоря, есть публикации японских докторов, которые показали, что это можно при онкологических заболеваниях. Вот сейчас такие первые, очень несмелые, но тем не менее, шаги делают лазеры. Но какие? Те, которые убирают красноту, то есть действующие на сосуды. Это так называемое фотоомоложение IPL и сосудистые лазеры. Тоже решаем совместно с врачом. Но вот у нас уже есть хороший опыт. Это вот Институт красоты на Санкт-Петербургске, который сейчас располагается на Пироговской набережной. Дальше. Чего точно нельзя? Пилинг. Смотрите, мы пилингом это что такое? Это значит с помощью кислоты снять поверхностные слои, отшелушить очень мощно. Это нарушает барьеры, ни в коем случае нельзя. Даже если косметолог скажет, ой, да легкий очень, очень поверхностный. Ни в коем случае, потому что такая кожа, она готова к нарушенным барьерным свойствам. Брашинг. Браш – это щетка. Вот иногда очищают кожу для того, чтобы добиться глубокого ощущения в косметологии. Специальной щеточкой. А сейчас даже такие щеточки, иногда даже крутящиеся, стали продавать. Ни в коем случае. Это резко нарушает барьерные свойства кожи. Уверяю вас, вот та система очищения, которую предлагает Синдет, она прекрасно очистит кожу от тех внешних загрязнений, которые мы имеем на данный момент в условиях мегаполиса. Скраб. Знаем, что такое, да? То есть какое-то моющее средство, содержащее абразивные частицы. Ни в коем случае. Даже один раз в месяц – это, к сожалению, испытание кожи на барьерные свойства. Ну вот в косметологии есть такая штука, как дермроллер. Это такой вращающийся аппарат с множеством иголочек. И туда можно делать либо просто маленькие вколы, либо вводить какое-то средство. Ни в коем случае, потому что это, в общем, это стресс для кожи. Огромный стресс. На мой взгляд, это даже стресс для нормальной кожи. А если кожа больна, то этого делать не нужно. Тепловые процедуры нельзя, инъекции. Я бы подождала. Я против категорически всяких ботоксов и всего прочего. На мой взгляд, это надо переждать. Ну вот такие рекомендации по поводу процедур. Ну что ж, уважаемые коллеги, еще разочек. Вот международный консенсус по тому, как вести пациентов онкологических. Принял такое решение очищать кожу обязательно синдетами, увлажнять обязательно, фотопротекция обязательно, макияж, пожалуйста. Вот эти вот четыре основные такие составляющие, они невероятно важны. Это как раз изложено в очень хорошей публикации. Вот как раз этим я хотела с вами поделиться. Мне очень приятно, что вы меня так хорошо слушали. Я так много читаю лекции студентам, врачам, врачам-дерматологам, косметологам. Но, по-моему, такой замечательной аудитории у меня никогда не было. Спасибо вам большое. Так, у меня есть время ответить на вопросики. Да, да, да. Пожалуйста. Вопросы задавайте, пожалуйста. Добрый день. Я хотела спросить, какими дезодорантами порекомендуете пользоваться? Есть какие-то минеральные в качестве солевые или кристаллы? Чем вообще можно хорошо пользоваться? Отличный вопрос. Я бы даже, наверное, сказала не про действующее вещество, потому что действующее вещество, как правило, это соли алюминия в разных вариациях. Вот как правило все-таки. Ну, плюс там какие-то ароматизаторы и так далее. Я бы сказала, помните, мы говорили, есть основа, форма, есть активное вещество. Вот то, что вызывает снижение выделения пота, это действующее вещество. А то, что является основой, например, это спрей или это стик или это шариковый дезодорант. Вот здесь мы совершенно точно говорим, что не спрей, потому что спрей, как правило, содержит аэрозоль. Он, как правило, содержит спирты или похожие добавки, которые могут очень существенно раздражать кожу. Лучше, чтобы это был стик. Вот это вот, пожалуй, самое главное. Аптечи, аптеки предлагают дезодоранты, и опять же, чем они хороши? Минимум ароматических добавок, минимум веществ, которые, ну, хотя бы умозрительно могли бы вызвать аллергическую реакцию. Вот такой вот ответ. Так что, пожалуйста. А аптечные марки? Ля Рош-Позе, Виши, то, что у нас есть, Биодерма, огромное количество марок. А где можно посмотреть вот конкретно какие-то марки? Потому что, ну, аптека, аптека, что там продается, мы же не можем так... Как это? Поточнее. Поточнее. Ну, вот я вам рассказывала о продуктах марки французской, которая называется Ля Рош-Позе. Вот можно прийти и сказать ключевое слово. На самом деле, это первая компания, я, в общем, отношусь с огромным уважением, это первая компания, которая сделала очень много именно для онкологических больных. И в плане новых продуктов, и в плане научных исследований, и в плане пропаганды. И можете себе представить, вот во Франции есть источник, где бьет эта вода. И вот на этот курорт каждая пациентка, которая перенесла операцию по поводу рака молочной железы, едет по страховке. Вот представляете? И там у нее восстанавливается кожа. Поэтому вот вам ключевое слово первое. Но действительно, ну вообще в любом случае, вы посмотрите, в аптечных марках очень широкий ценовой диапазон. Но если средство попало в аптеку, то есть оно продается в аптеку, то оно выдерживает критерии безопасности. Да. Да. Скажите, пожалуйста, вот про пептиды. Вот рекламировать крем с пептидами. Можно ли онкологическим больным кремы с пептидами? Ну, антивозрастные, да? Ну нет, разные там. Ну, чаще всего пептиды работают как антивозрастные агенты. Я тебе, кстати говоря, очень хорошие, очень хорошо переносимые кожей. Они работают как увлажнители. В плане безопасности абсолютно спокойно. Я бы единственное, что я против вот этих инъекций. Вот, что называется, не время, потому что есть еще и мезотерапия, а наружно, пожалуйста. Вот чем хороша косметика, дорогие друзья? Косметика может называться косметикой, если она не проникает ниже, чем базальный слой. Если она проникла ниже базального слоя, значит, там кровеносные сосуды, значит, она может всосаться в системное кровообращение. И поэтому это уже лекарственный препарат. Понимаете, какая вещь? А так, пожалуйста. Это хороший современный компонент. Ну, это может быть любимарки. Да, ничего плохого сказать не могу. Вы могли бы немного сказать о лечении липсориаза или контактного дерматита? То есть, мне не совсем понятно. И как бы, что можно, что, то есть, как это можно лечить? Я поняла ваш вопрос. Знаете, вот у нас есть выражение такое, бенодиагноз цитурбенокуратор. Это значит, то, что хорошо диагностируется, то хорошо лечится. И первый шаг, вот в том, что вы меня сейчас спросили, это постановка диагноза. Потому что псориаз – это одни препараты, контактные дерматиты – это другие, абсолютно другие группы. Но мы говорим о лечении. И лечение должен назначить врач. Мне не нравится, что у нас есть бесрецептурный доступ, и у нас лечатся люди по интернету. Знаете, но не случайно все-таки надо учиться, сколько там, 8 лет для того, чтобы стать именно профильным специалистом. Вот поэтому, мне кажется, первое важно поставить диагноз. Но что вы можете делать без диагноза – это базовый уход. Вот попробуйте. Вот то, что мы сегодня говорили. Лепикар. Абсолютно вслепую могу совершенно четко рекомендовать. Но это базис. А лечение – это будет уже надстройка. Понимаете, какая вещь. Диагноз – это очень важно. Куда обращаться? Куда обращаться? Я, естественно, с удовольствием могу назвать телефон амбулаторного отдела Санкт-Петербургского, первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова. Лично ко мне на прием, ну, правда, достаточно сложно попасть, но там работают мои, ну, абсолютно замечательные ученики. У нас школа. Вот я очень горжусь тем, что мы сохранили школу. Значит так, телефон 499-7196. Сразу могу сказать, врач Махиненко вас примет. Ну, конечно, естественно, есть районная сеть. Есть районная сеть, есть много чего, да. Но, по крайней мере, вот… По крайней мере, я думаю, что касается диагноза, псориаза и прочее, я думаю, это они могут сделать? Девочки, в диспансерах они не лечат. Я… Ой, нет, ну давайте не будем. Все зависит от доктора, от подготовки. В диспансерах очень много, опять же, работает наших выпускников, которые очень неплохо работают. Это все зависит от доктора. Человеческий фактор здесь никто не убирал абсолютно. Ирина Олеговна, Ирина Олеговна, сейчас я пытаюсь вспомнить, кого еще. Вот, но этого доктора совершенно четко можно. Спасибо. Вот, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, каким призром… Можно, извините, потому что у нас наслаждается. Здравствуйте. Будьте… Я здесь. Тут. Будьте добры, подскажите, посоветуйте что-нибудь по поводу депиляции. Это тоже актуально. И окраски волос. Есть какие-то рекомендации, что безопасно? По поводу окраски волос. Начнем с этого. Вот я очень много общалась с гинекологами, акушер-гинекологами, для которых всегда был вопрос, можно ли беременной красить волосы. Можно безопасными, нормальными красителями лучше в условиях парикмахерской. Можно абсолютно спокойно. То есть те марки, которые сейчас предлагаются, это делать можно. Опять же, вот то, что выходит к нам на рынок официально, это то, что не нарушает барьеров и не проникает глубже базального слоя, значит, не всасывается в кровоток. Но что, раз беременным можно, я думаю, что можно и людям, которые получают лечение. Это раз. По поводу депиляции. Я в вашей ситуации, наверное, буду против лазерной и против восковой. Потому что восковая депиляция, это, считай, как пилинг механический. Она будет частично отрывать кожу. Что у нас остается? А у нас остается бритье. И обязательно вот здесь вот такой момент очень важный. Он называется постдепиляционный уход. То есть очень важно, чтобы кожа была постоянно увлажнена. И наружно можно использовать средства, которые будут препятствовать чему? Воспалению и обратному врастанию волос. Я вам открою секрет. Я назначаю препараты, которые, ну, вернее, из косметики. Средства, которые обычно используют для ухода за кожей пациентов с акне, с прыщиками. Ну, вот, например, есть у Ля Рош-Позе гамма-эфоклар. Вот у них есть эфоклар К, например, эфоклар ДО. Я назначаю это как доктор в качестве постдепиляционного ухода. То есть это профилактика таких вот пиодермитов. Потому что то, что мы говорим, раздражение после бритья, это каждый отдельный волосяной фолликул воспалился, и там присоединилась инфекция. Поэтому вот. И еще мы прибегаем к лекарственным препаратам. Но я лучше не буду называть лекарственные препараты, потому что, ну, они могут по-всякому работать. Так что, так вот. Девочки, давайте по очереди. Я хотела спросить, по каким признакам врач может определить, вы говорили как-то уже, что это онкологический пациент, что на коже, как это проявляется еще до того, как поставлен диагноз. Спасибо. Вы знаете, это огромный спектр изменений на коже, по которым можно заподозрить. Например, если себе человек жил-жил-жил, а потом раз и в течение полугода появилось огромное количество сибарейных кератозиков, вот таких вот, как старческих кератозов. Представляете себе? У молодого человека вдруг раз, быстро и появилось. Буквально за полгода, как взрыв. Вот это может быть признаком, и мы тогда, мы называем это синдром лазера Треля, и мы рекомендуем обследоваться. Есть разные кожные токсические реакции, которые имеют очень своеобразный вид. Мы тоже вот, когда обучаем докторов, мы нацеливаем их. Ага, вот такой вид, вот, значит, давайте-ка мы тоже будем обследовать на онкологию. Очень редко, но тем не менее, крапивница. Вот рецидивирует она. Раз появилась, раз появилась, раз появилась. И все причины исключили. А причины чаще бывают там и глистные заболевания, и разные медикаменты. Вот никакой другой причины нет, а крапивница сохраняется. Но где-то 1-2 процента, может быть, что это где-то развивается онкология. Могут быть другие сосудистые реакции. То есть вот их настолько много, что лекцию по, мы называем паранеопластическим, то есть параллельно идущими с неоплазмой, я докторам читаю в течение 4-х часов. То есть это огромный спектр. Вот кожа зеркала, ее, знаете, мы, к сожалению, разучиваемся ее читать, а на самом деле это надо. Обставляете, как важно человека обследовать, ну, даже на 2 месяца раньше, а может быть и на полгода. Так что есть такие. Вот подскажите еще, как вот с волосами, потому что гормональные всякие препараты пьются, и чтобы оставшиеся не потерять, и может даже, чтобы как-то лучше волосы росли. Росли где? На голове? На голове, конечно. На голове. Какие имеете в виду гормональные препараты? Это антиэстрогенные вот из этой группы. Да, это я поняла, антиэстрогенные, это гормональные. То есть не преднизолон, да? Не-не-не-не, противогормональные препараты, которые подавляют рецепты эстрогена. Подавляющие, я все поняла. Вы знаете что? Здесь, пожалуй, опять же можно прибегнуть к аптечным маркам, которые включают в вещества так называемые трихогенный эффект, то есть стимулирующий рост волоса, безопасно стимулирующий. Ну вот, например, есть такая марка Виши, наверное, знаете, она такая самая известная. Вот у них там как раз есть серия, которая называется Деркос, и там есть продукты, которые направлены, действуют. Там есть и шампунь, и спрей, и лосьон для волос. То есть это будет поддерживать цикл волоса, но в более-менее нужном состоянии. Вот это не лекарственный препарат, это косметика. Пожалуйста. Потом есть марка ФИТО в аптеках. Пишется П, потом буква Х, потом У, ФИТО. У них тоже есть средства, которые направлены именно на восстановление роста волос, вне зависимости от причины. Затем появился, вот сейчас такая новиночка, разновиночка, появился препарат, называется КВИЛИБ. КВИЛИБ. Лосьон, даже если он разный по запаху для мужчин и для женщин, тоже можно наносить, вне зависимости от причины выпадения волос, для поддержания роста КВИЛИБ. Вот, ну я могла что-то забыть, но вот основные я вам назвала. А как же отечественная? Она начинает развиваться, очень активно. Только начинает. Да, начинает. Вы поймите, у нас был провал. И я очень рада, что сейчас появляются первые марки, но я думаю, что в ближайшие годы это будет буквально взрыв. Бум. Пока что. У нас пропали на какой-то определенный период традиции изготовления таких средств. Но они сейчас восстанавливаются, так что дай бог. Вот есть марка отечественная, называется Акрихин. У них прекрасные средства для ухода. Пожалуйста. А каким образом может навредить гиалуроновая кислота онкологическому пациенту, введенная методом мезотерапии? Как это может проявить себя? Я думаю, что не гиалуроновая кислота, а сам факт инъекции. Исключительно. То есть вот я как-то, я против инъекций. Исключительно поэтому. Гиалуроновая кислота – это нормальный компонент сединительной ткани дермы, поэтому она ничего абсолютно не сделает плохого, не введенное внутрь, не введенное наружно в форме крема или там в форме физиотерапии. Но вот меня смущают множественные инъекции. А все-таки мезотерапия, ну там же под 100 инъекций, а то и побольше. Только это. Еще есть вопросы? Здравствуйте, будьте добры. Меня интересует, не подскажете, что делать с микротрещинами, которые уходят под ногти? То есть на кончике пальца, где подушечка, микротрещины образуются. Они уходят под ногти. И выходит, что малейшие какие-то процедуры водные или даже мыть посуду вызывают проблемы. И еще вот волосы какие-то становятся такие безжизненные, как будто вот где-то лишены жизни. И даже вымышленности на второй день, а не какие-то вот тусклые. Тусклые. В таком виде. Тоже, может быть, это после операции, после лечения онкологических. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Смотрите, вот есть кожа, а есть придатки кожи. Это ногти, ногтевые пластинки, волосы, сальные и потовые железы. И, собственно говоря, раз кожа реагирует на противоопухолевую терапию, то и придатки реагируют. И вот исчезновение блеска, тусклость, ломкость волос, выпадение волос – это все, в общем-то, реакция своеобразная волос. И в этом отношении перетерпеть надо. Что надо делать? На мой взгляд, вы можете мыть в том темпе, в котором вам приятно. Вот абсолютно неправильно говорить, что там не реже, чем, не чаще, чем раз в неделю. Вот так, как вам комфортно. Желательно использовать мягкие моющие средства. Это, опять же, аптечные марки. Ну и можно, я уже перечисляла, средства, которые улучшают рост волос. Их тоже можно использовать. Можно, в принципе, использовать и то, что предлагает магазин. Там, в общем-то, тоже много средств, которые стимулируют. Стимулируют там аллера она, предположим, и так далее. Но, тем не менее, вот самое главное, чтобы это было все бережно. То есть с волосами надо просто перетерпеть. Можно делать маски для волос, пожалуйста. Есть те, которые существуют в продаже. Вот у фирмы, например, Фито есть прекрасные маски. Именно такие, знаете, дающие жизнь волосам. А я вам расскажу маску. И у меня есть еще время? Вы знаете, эту маску мне... Ну, вообще, у меня осталось очень много старинных прописей от моего деда. У меня дед был великий дерматолог, и я этим очень горжусь. Он давно-давно очень ушел из жизни. Но вот какое-то наследство мне досталось именно в виде его записей, книг, трудов и многого-многого-многого. Я даже фамилию не меняла. Оставила его фамилию. Так вот, знаете, какую он маску рекомендовал? Очень простую. Один желток, ложку коньяка и ложку оливкового масла. Все это перемешивается, наносится на волосистую часть головы. И можно даже так, где-нибудь 20 минут так походить, а 20 минут одеть шапочку. Ну, а потом смыть. Потом смыть. И опять же, вот еще раз повторяю, лучше выбирать аптечные марки, потому что это бережное очищение, бережное смывание. Так, это я вам ответила по поводу волос, по поводу ногтей. Попробуйте сикопласт. У меня есть вот то, о чем я говорила, то, что стимулирует заживление. Сикопласт бальзам B5. Вот очень вам рекомендую. Да. Причем, знаете как, вот это надо не один раз в день, а буквально помыли руки, тут же намазать. Помыли руки, тут же намазать. Очень важный момент, знаете, у нас как в фигурном катании, имеет значение техника исполнения. Не втираем, наносим тоненьким слоем, такими вбивающими движениями. И еще один очень важный момент. Руки защищаем. Что значит? Посуду либо не моем, либо моем в перчатках, причем желательно, чтобы хлопковая была прокладочка. Но вот это обычно проговаривают многие доктора. А вот то, что многие доктора не проговаривают, это то, что надо еще... На улицу вышли, даже если вам жарко, на руках должны быть перчатки. Вот больная кожа не должна переохлаждаться, и руки не должны замерзать. Потому что именно вот кровообращение в самых концевых фалангах пальцев, оно самое плохое. На холоде еще хуже. То есть кожа и так поврежденная, а получается кровообращение хуже, и мы даем меньше питательных веществ. Это плохо. То есть вот такой вам совет. Скажите, пожалуйста, какими средствами можно предупредить пигментацию кожи на лице? Спасибо большое. Ой, какой хороший вопрос. Спасибо. Значит, смотрите, пигментация кожи не существовала бы, вот я в этом уверена на 100%, если бы не было ультрафиолета. То есть если бы мы жили без солнышка, то пигментных нарушений не было бы. Вот, например, хлоазма при беременности, знаете, пигментные пятна? Ее бы просто не существовало. Причем вот даже обычный дневной свет, который проходит через облака, он все равно обладает свойствами возбуждать пигментные клетки. А пигментные клетки сидят в поверхностном слое кожи, в эпидермисе, в базальном слое. То есть они, в общем-то, достаточно поверхностные. Поэтому первая мера и очень важная – это фотозащита. Причем раз есть склонность к пигментации, значит, фотозащита должна быть и зимой, и летом. Помятуя о том, что если мы выходим в день, в дневное время, и тот свет, который просто проходит через облака, это так называемые лучи А. Вот они-то как раз, глубоко проникая в кожу, могут вызывать пигментацию. То есть не обязательно должно светить яркое солнце. Это раз. То есть в качестве базового ухода с утра у вас идет не увлажняющий продукт, а солнцезащитный продукт, крем солнцезащитный. Пожалуйста, можно использовать Ангелиус, ради бога. Это раз, это первое. Второй момент. Есть средства, которые несколько предотвращают развитие пигментации. Тоже они предлагаются аптекой. Тоже есть разные марки, которые несколько уменьшают пигментацию. Вот, собственно говоря, отбеливающие. Пилинги ни в коем случае, и лазеры ни в коем случае. То есть лучше вот такое долговременное. Я обычно в таких ситуациях, я сталкивалась с таким, я назначаю скиноарен. Вот то, что предназначено для угревой сыпи, на самом деле это прекрасное отбеливающее средство. Я обычно назначаю, но не каждый день, а где-нибудь так через два дня, ну, на ночь. И обязательно фотозащита. Татьяна Юрьевна, у вас вопросы. А вот зимой же нельзя увлажнять кожу? Нужно. Нужно. Я сейчас вам объясню. Вот на самом деле, мне кажется, если у нас будут призы за лучшие вопросы, у вас были самые лучшие вопросы. Вот серьезно. Значит, смотрите. Действительно, концепция. Опять же, возвращаемся в прошлое столетие. Концепция прошлого столетия. Никакой маскировочной косметики нельзя. Она закупоривает поры. Изменилась кардинально. И вторая концепция, что увлажняющий крем нельзя в мороз. Я объясню, когда это было. Когда смешивание компонентов было действительно практически ручное. И нанесенный крем, мы выходим на улицу, там масло, вода, вода кристаллизуется и поражает кожу. Вот на данный момент в условиях высокотехнологичного производства делают чудеса. Смотрите, делают сначала первую эмульсию, ее стабилизируют особыми химическими и физическими способами, а потом еще раз эмульгируют. То есть, получается, это называется технология двойного эмульгирования. Грубо говоря, там молекула воды так запрятана, что она не будет, естественно, никакого вреда оказывать на фоне пребывания на морозе. Единственное, что на мороз надо выбирать текстуры более насыщенные, то есть предназначенные для более сухой кожи с большим количеством пленкообразующих веществ. То есть, то, что ложится пленочкой и кожу защищает. Вот это замечательный вопрос. За 20 минут до выхода на улицу можно и даже нужно. Это будет защита. Нет, нет, потому что мы живем в 21 веке. Я категорически против. Вот вы понимаете, лучше вы пойдите и купите, ну, самый дешевый крем. Но это будет лучше. Потому что оливковое масло, вот в чистом виде нанесенное, а еще и, не дай бог, нанесенное с элементами втирания, вот это может давать определенный риск закупорки пор. Понимаете, какая вещь? Вот все-таки, когда у нас есть на вооружении компьютеры и мобильные телефоны, наверное, мы не будем пользоваться старыми средствами коммуникации. Правда? Мы скорее пойдем на это. Действительно, очень много хорошо забытого старого в современной дерматологии и косметике, но оно немножко приформируется. Поэтому оливковое масло лучше внутрь. Мое глубокое убеждение. И так же пудрами всевозможные тоже лучше? Пудрами всевозможными? Нет, я сказала, что маскировка нужна. А, все-таки? Нужна еще раз любой маскировочный продукт. Будь то пудра, будь то тональный крем. Сейчас есть еще такие, знаете, BB кремы, CC кремы. Ну, это все то же самое, это тональники, просто туда добавляют разное количество пигментов. Можно и нужно. Но оливковое масло, мне кажется, это даже не прошлый век, это позапрошлый век. Вот как раз масло здесь в ванну. В ванну, пожалуйста, вот я как раз о масле говорила. А вот кто рекомендует, впервые слышу. Вот я с профессиональной трибудой говорю, что я категорически против. Елена Александровна, вот вопросы у нас в интернете. Я, во-первых, выражаю вам глубочайшую признательность за блестящую, яркую, интересную, наполненную энергетикой лекции. Я просто... Спасибо. Она мне передалась. Вопрос. Вот на фоне химиотерапии достаточно часто развивается грибковая инфекция на ногтях. Но тут вопрос к вам, как к дерматологу. Если все-таки у пациента... Тут два вопроса. Если есть грибок, то как можно профилактировать на фоне химиотерапии, обострения болезни? И вот все-таки какие препараты... Какова тактика в данной ситуации, когда мы имеем конкретную грибковую инфекцию на фалангах пальцев? Профилактировать нужно обязательно. Вы знаете, вот вообще считается, что основным фактором передачи грибковой инфекции являются какие-то общественные заведения. Там бани, сауны, бассейны. Вот мы вышли, мы ступили голой ногой, все, мы себя подвергли риску заражения. Особенно с учетом того, что у нас нога может потеть, потом мы одеваем обувь. А грибы-то, они хитрые. Они, знаете, вот как в лесу грибы мы когда собираем, когда тепло и сыро, когда прошел дождик, а когда тепло. Вот точно так же грибам и патогенным комфортно, когда теплая влажная среда. То есть вот эта среда, она всегда есть. И любой из нас в группе риска, когда идет босиком, например, где-то по спортивному залу, где ходит очень много людей. И вот для того, чтобы эти риски убрать, собирался международный консенсус, который вынес такой вердикт, что можно даже совершенно здоровому человеку, ну, во-первых, надо носить свою обувь, это очень важно. Но для профилактики можно совершенно здоровому человеку использовать наружно противогрибковые кремы и лаки. То есть то, что относится, в общем-то, к фармакотерапии. Абсолютно здоровому. Вот вышел из бассейна, помылся, подсушил конечности и нанес. Представляете? Это препараты, ну, прежде всего, это азольная группа, что-то типа клотримозол, конестен, кандид, незорал. Огромное множество таких препаратов. Есть ботрофен и так далее. И точно так же можно на здоровую ногтевую пластинку для профилактики наносить лаки, например, лацерилботрофен, в качестве профилактики. То есть это можно, это сейчас разрешено на таком вот официальном уровне. Что касается лечения грибкового поражения ногтей у человека, который получает массивную терапию, химиотерапию, я бы, наверное, здесь взвешивала. То есть есть, у нас всегда лечение делится так, есть базовый уход, вы это уже уловили, есть наружная терапия, когда мы назначаем наружное лекарство какое-то, в форме лака, мази, крема, неважно. И есть внутреннее лечение. Так вот, я бы ограничилась в случае таком лечением наружной терапии. То есть, опять же, те же самые лаки, кремы, мази, противогрибковые. Конкретно какие-то препараты? А я назвала. Я назвала. Вот всё, что я назвала, это, собственно говоря, всё то, что я назначаю, то, что у нас есть абсолютно в свободном доступе в аптеке. А вот когда всё будет хорошо, когда уже все сложности будут позади, вот тогда пусть дерматолог решает вопрос, какой противогрибковый препарат внутрь назначить, и стоит ли назначать его. Вот здесь у нас есть несколько групп противогрибковых препаратов на данный момент, так что надо просто смотреть уже. Ещё один вопрос о профилактике пролежней. Просто бывают ситуации, когда наши пациенты вынужденно, длительно занимают, ну вот вынужденное положение. И вот что бы вы порекомендовали? Это всё то же самое. Всё. Как обычно, вот как и в неврологии профилактика пролежней, то есть как можно чаще переворачивать. Я как-то не настроена на местное ультрафиолетовое облучение. Вот сейчас вообще мы в дерматологии против этого, особенно в случае онкологических пациентов. Очень бережное очищение и как раз использование средств, которые улучшают регенерацию. То есть чаще поворачивать, и средства типа сикальфата как раз подойдут. И ещё один вопрос. Вот я вначале, когда о представлении говорила, пациенты по поводу заболевания, например, лёгкого злокачественного процесса или же колоректальный рак получают таргетную терапию, и на коже лица или же на коже всего тела появляется вот такая сыпь. Сыпь, которая даже плохо, даже вплоть до того, что это тетрациклиновые мази пытаются снять. Вот ваши рекомендации. Понятно, что когда закончится лечение, эта сыпь пройдёт, но она длительно доставляет достаточно большой дискомфорт. Макияж или же всё-таки попытка как-то контролировать ситуацию? Спасибо. Значит, вот то, что появляется на фоне этой терапии, называется папулопустулёзная сыпь. Вот официально в литературе, и она может появиться даже на первой неделе лечения. Может появиться немножечко попозже. Вот это что-то среднее между акне и розация. Вот это ни то и ни другое, это что-то вот между. Ну и, собственно говоря, лечение будет зависеть от степени тяжести. Если тяжесть лёгкая или средне-тяжёлая, то есть так, ну, не очень всё ярко выражено, то вполне достаточно дермокосметики, которая предназначена для ухода за кожей пациентов с акне. Вот я уже вам называла линию Эфаклар. Есть такой крем, называется Эфаклар Дуо. Вот его можно использовать. И, кстати говоря, французы даже опубликовали такую работу, где был очень хороший эффект, просто на монотерапии Эфакларом Дуо. Если всё-таки это средне-тяжёлое, больше тяжёлое течение, здесь мы прибегаем уже не просто к косметике, а на косметику наслаиваем лекарственные препараты. Тетрациклиновую мазь мы сейчас уже не используем. Она жирная. У неё не очень хорошая основа. Мы её не любим. То есть есть гораздо более интересные антибиотики наружные. Это клиндомицин обычно, препараты типа далацина. Могут быть наружно использованы ещё и, в общем, бензоэлпероксид 2,5% может быть использован. Ретиноиды наружно нельзя. Это как раз прописано в международных рекомендациях. То есть препараты для лечения акне, такие как, например, эфизел, клинзит, клинзит-С, диферин, их не надо ни в коем случае, потому что они могут ещё больше раздражать. Но при вот очень тяжёлом течении, мы иногда, у нас появляются такие пациенты, мы иногда перебегаем к системной терапии. Вот там системные тетрациклины, а именно доксициклины, определённым курсом. Это у нас, кстати говоря, прописано. Либо это изотретинаин, но опять же только согласие лечащего онколога. То есть всё зависит от степени тяжести. Но в любом случае, вы понимаете, базис в виде фоклара до вы можете использовать. Спасибо большое. А можно ещё вопросы? Елена Александровна, скажите, пожалуйста, а вот всё-таки пустулёз, подошвь, от чего эта вот такая дрянь прилипает и лечится ли она? Ну, это заболевание, которое не имеет вообще отношения к онкологии, противоонкологической терапии. Чаще всего, когда мы говорим о пустулёзе ладони и подошв, мы говорим о пустулёзном варианте псориаза. Вот есть псориаз такой классический, который узнаваемый, с бляшками в области волосистой части головы, на локтях, на коленях. А есть псориаз ладоней и подошв. Вот такой вот тип есть особый совершенно, который проявляется действительно гныничками, покраснением с чёткими границами плюс гнынички. Но в этих гныничках нет бактерий. То есть вот эта вот реакция на факторы совершенно другие. И в лечении этого псориаза используют и наружную системную терапию. Это очень хорошо прописано в федеральных рекомендациях. Так что это очень хорошо можно лечить и потом контролировать, чтобы не было рецидива. Причина псориаза... Ой, ну вот ведь Рокфеллеры-то сказали, что если кто-то из докторов найдёт причину псориаза, то тогда ему отольют в полный рост из золота статую и дадут какие-то большие финансы. На самом деле единой причины псориаза нет. Здесь и инфекционные заболевания. Очень большое значение имеют очаги инфекции. Огромную роль играет гормональный фон. Не случайно псориаз ладоней и подошв – это, как правило, предклимактерический период или явление климакса. То есть особая совершенно гормональная ситуация. Могут быть причины, связанные с нарушением кровообращения. Могут быть наследственные факторы. Так что многие разные. И вот в каждой конкретной ситуации мы должны это анализировать, зная то, что в мире об этом написано. Так что вот так коротко ответ на ваш вопрос. Очень коротко. Спасибо. Можно общий вопрос ответить? Пожалуйста. Последний. Алло. Скажите, пожалуйста, насколько реально в бассейне заразиться грибковыми заболеваниями? Это что, каждый раз выносить массы, в обязательном порядке мазаться? Я просто хожу в бассейн, и мне страшно. Тем более сейчас справки в бассейн отменили, по большому счету. То есть считается, что в общественном душе и в бассейне невозможно вообще подцепить какую-либо инфекцию. Что вы, наверное, еще скажете? Я абсолютно четко вам скажу. Вот сама хлорированная вода в бассейне, то есть вот если бы вас перенесли и кинули в бассейн, и вы там себе плаваете, ну, 100% невозможно заразиться. Это 100%. Но пока вы идете по полу теплому, влажному, вот там грибы могут себе хорошо жить. Даже если для обработки этого пола используются какие-то дезинфицирующие агенты. Вот очень многое делается в хороших бассейнах, действительно специальные дезинфекторы. Потом вы, наверное, обращали внимание, вы из душа выходите в бассейн, вы должны наступить в ванночку. Это же шлюзовая система. Вы наступили, вы как бы в этой ванночке смыли все то, что у вас попало на ноги в душевой. И обратно. Это абсолютно правильная система. И я всегда с улыбкой наблюдаю за людьми, которые перескакивают через эту ванночку. Это правильно, это нужно, потому что там, в общем-то, тоже то, что смоет определенным образом. Но вот риски определенные присутствуют именно при контакте голых стоп с полом. Поэтому да, носите, а почему нет? Я, например, ношу. То есть это официально разрешенная вещь, поэтому я думаю, что этим стоит пользоваться. Особенно если есть хотя бы малейшая предрасположенность. А предрасположенность такая, если вы больше чем 3 часа находитесь в сапожках. Это уже предрасполагает. Или, если вы каблучок носите, понимаете, это сразу изменяет кровообращение. Как только проходит кровообращение, сразу гриб поднимает голову. Или, если чуть-чуть потеют ноги. То есть, ну, получается, что мы все где-то в группе риска. Именно поэтому грибковые заболевания, они распространены во всем мире. Я очень много занималась этим. И мне всегда казалось, ну, какая-то социальная болезнь. А вот когда берешь статистику очень социально развитых стран, смотришь, а там процент такой же. Потом очень много пожилых людей, у которых нарушено кровообращение. Вот туда грибы легко садятся. Больные с сахарным диабетом. То есть, они себе место находят. Поэтому лучше себя обезопасить. Огромное спасибо, Елена Александровна, за интереснейшую лекцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова